привет дорогие друзья сегодня у нас в обзоре вот такой вот телевизор samsung похож он на монитор sense master t200 hd это прикольный такой мониторчик но у него своеобразный дефект давайте посмотрим включаем пилот подаем питание смотрим так он в режиме наверное ожидания не пойму до 0 7 бат это режим ожидания и тут у него кнопка включения такая хитрая сенсорная и некоторые люди тупят из-за этого вот заморгала видите и музыка проиграла что включился вот а фишка у этого телевизора вот в чем смотрим да и вроде картиночка есть да все ништяк но вот внизу внизу образованы полосы так сейчас я получше попробую сфокусировать убрать не смог я запечатлеть тех полосок но вот здесь в принципе видно видите черные вот эти полоски черные полосочки вот они выделены вот здесь полоса вот здесь вот здесь несколько полосок статичные они не двигаются ничего сейчас попробую по другим ракурсам показать смотрите я запустил фильмец до бликует бликует матрица и смотрите вот этим полосы да вот они здесь черные и вот они по всей матрице двигаются двигаются а здесь они приобретают другой цвет и дальше продолжаются продолжаются продолжается то есть вот этим полосы по ходу всего вот здесь боковые драйвера стоят и по всей видимости что-то с боковым драйвером я могу конечно ошибаться и я вот не профессионал по матрицам вот но как это лечить не знаю первым делом надо бы вскрыть посмотреть что там есть если боковые драйвера есть можно подкинуть попробовать может питание какое-то не доходит еще что-то это еще можно за параллели питания но возможно матрицу под замену у меня есть там в сарае мониторчик тоже на 20 дюймов но форм-фактор такой же примерно но вот матрица может не подойти ладно попробую ее подкинуть может быть все получится ну что будем разбираться я думаю с этим проблемой надеюсь будет все успешно но и на отрицательный результат я конечно тоже согласен но что поделать фиксируем модель знаете что такие мониторчики телевизоры опасны для здоровья шучу ну что будем разбираться я думаю все получится матрица у меня подобное есть возможно возможно и не подойдет но вообще самсунге они вот молодцы у них все более-менее как-то вот универсальные должно подойти планировал я увидеть именно вот такую картину да видите да вполне приличная картинка до кондерчики крышечки у всех целенький никаких потемнений нету вполне все приличненько вот такой вот результат это блок питания я думаю пульсации тут в норме вот ну материнку и так посмотрел ну не знаю ничего такого в но визуально понятно что ничего не будет видно потому что телевизор то работает но самое главное нам нужна маркировка матрицы м 201 и в 02 ну что пойду я там у меня мониторчик есть на 20 дюймов без ноги как раз может быть он послужит донором и сюда я матрицу перепакую посмотрим результат нереальная удача у меня такая же прям точно в такая же матрица что здесь что на моем телевизоре прям совпадает полностью маркировка значит сейчас я поменяю матрицы перепакую и все будет отлично у этой матрицы не работает подсветка но тут понятно лампы сдохли у монитора отлично разогнетьте и Продолжение следует... Походу матрицу залили вот с этого края, где типа драйвера расположены, по всей видимости, наверное и полосы пошли, ну предположение такое. А вот и проблема. Вот она. Видите? То ли матрицу поддавили, то ли подзалили. Вот она. Быстрее всего, что ее поддавили в этом месте и соответственно в этом месте полосы образовывались. Очень жаль. Очень жаль. Видно вот на свет, да, продавленная матрица. Часть матрицы продавлена. Это нижняя часть как раз матрицы. Вот и здесь она продавлена. Видно хорошо, отчетливо, что продавлены, да, кристаллы. И соответственно эти кристаллы, видать, длинные черные полосы создают, потому что дешифраторы, боковые дешифраторы, которые встроены в стекло, не могут взаимодействовать с этими кристаллами и пускают черную полосу. Вот такая вот фигня. Ну что, матрицу под замену 100%. Правильно мы двигаемся. Так, перепаковал я матрицу, уже поставил, все подключил и самое время пришло проверить, что же там за матрица. Тот мониторчик я купил за 300 рублей, он без ноги был. Я его не хотел брать, но так получилось, что он попался мне под руку, я его взял. Лежал он у меня, наверное, целый год. И посмотрим, что же там у нас пришло. Включаем наш телевизор перепакованный и ждем картинку. Отлично! Четкая картинка. Грязная, конечно, но четкая. Но это фигня, мы помоем, соберем. Ништяк, 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 ништяк. Ну не зря он у меня валялся, этот монитор, не хотел я его чинить. И слава богу, пригодилась только матрица. Там лампы дохлые были, надо было менять лампы и ноги не было. Никому он особо не нужен был. Но вот в телевизоре он самый топ. Он пригодится. Ништяк, теперь все собираю в корпус и протираю телевизор и буду тестировать. Собрал я телевизор полностью, помыл мониторчик специальным средством. Ну что, теперь подключаю. Включена ТВ-приставка, включаем телевизор в розеточку. И смотрим, как нас будет радовать картинка. Включается телевизор, моргает вон индикатор. Проиграл звук. И все отлично работает. Картиночка огонь. Замена матрицы прошла успешно, нету полос. Все. То есть матрицу поменяли, почистили, все отлично. Потребление, ну 50 ватт, минус ТВ-приставка, 5 ватт она жрет. В принципе, ну для этого телевизора CCL лампы 50 ватт это норма. Вот такой вот ремонтец. Все у нас прошло на ура. Кто-то скажет, что это ремонт типа фигня. Ну поменяйте сами матрицу, найдите, поменяйте и потом говорите, что это фигня. Как телевизор пришел, был куплен без пульта, я прикладываю к этому телевизору вот такой универсальный пульт. Пожалуйста, кто хочет такой приобрести, в описании под ссылочкой. А как его настроить, смотрите по ссылке в правом верхнем углу. На этом у меня все. Всем, кому интересно промокоды на Алиэкспресс, смотрите под видео в описании. Всеми вещами, которыми я пользуюсь, я покупаю все с Китая. Ссылочка на Алиэкспресс внизу тоже. Всем, кому понравился видос, ставим лайкос. И, конечно же, пиши в комментариях, что бы ты сделал в моем случае. А как вы видели, матрица, все-таки я показывал на свет, была продавлена. И, соответственно, такой был эффект. Матрицу починить нереально, только замена. Ну, или бы так смотреть, как вот с полосами. В принципе, можно было смотреть, но так как этот телевизор уйдет в новые руки, мне надо было сремонтировать его по-человечески. В итоге имеем вот такой вот результат. На этом у меня все. Всем крепкого здоровья, хороших ремонтов легких и успехов. Всем пока-пока. Вы были на канале Домовой. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok